В эфире Вести недели. С вами в студии Анри Юлиан. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Для чего повестки в армию вручают новорожденным? Где вышел смартфон с самым четким в истории экраном? Как Гана становится одним из глобальных центров христианства? Об этом вы узнаете в нашем выпуске новостей. Оставайтесь с нами. Новорожденные мальчики в Сингапуре вместе со свидетельством о рождении теперь получат и повестку в армию. Такая инициатива Министерства обороны уже действует в течение нескольких месяцев и распространяется только на граждан страны. В Сингапуре действует обязательная воинская повинность для лиц мужского пола по достижении ими 18 лет. Более того, свой долг должны отдать не только граждане страны, но и иностранцы, получившие вид на жительство во втором поколении. После окончания службы молодой человек становится оперативно готовым, другими словами, резервистом. И до 40 лет в обязательном порядке каждый год будет проходить двухнедельные военные сборы. Если молодой человек хочет сменить гражданство, то при отказе от сингапурского он в любом случае должен послужить в армии. Компания Sony сообщила о скором открытии предзаказов на фламандский смартфон Xperia XZ Premium. Главное достоинство новинки – 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 4K и передовая камера MotionEye, которая умеет снимать суперзамедленное видео. Фотодатчик XZ Premium захватывает видео со скоростью 960 кадров в секунду, после чего воспроизводит его в режиме Slow Motion в 4 раза медленнее, чем на других смартфонах, утверждают в Sony. Еще одна способность MotionEye – предикативный режим фотосъемки, который позволяет запечатлеть быстродвижущиеся объекты еще до того, как пользователь нажмет на кнопку спуска затвора. Аппарат снабжен 4K-дисплеем HDR самым четким в истории, защищенный покрытием Gorilla Glass 5 и корпусом, защищенным от влаги и пыли. В Гаане отмечается стремительный рост христианской веры, который выводит страну на роль одного из глобальных центров христианства на волне его общего роста в Африке, сообщает Religion News. В стране на сегодня примерно 26 миллионов жителей, причем 70% из них исповедуют христианство. Во всем улицам столицы стоят билборды не с рекламой, а с расписанием богослужений, и здесь это никого не удивляет. В городском транспорте можно видеть пассажиров, занятых чтением Библии, и многие офисные работники держат Библию на рабочих столах, читая ее каждую свободную минуту. В настоящее время в Африке проживает 41% мирового протестантского населения, при этом мусульмане в Гане находятся в меньшинстве. На этом я с вами прощаюсь. Эти и другие новости вы сможете найти на канале YouTube, а также в популярных социальных сетях. У микрофона был Андрей Юлиан. Всего доброго. До свидания.